МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных новостях краевой столицы и региона прямо сейчас в программе День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Известный бискет тяжелоатлет уже год не может попасть в свою квартиру. Что стало преградой для спокойной жизни? Мусор, нечистоты и дурной запах. Барнаульские студенты намерены спасти пивоварку от загрязнения. И вот трактор наткнулся на что-то, поэтому аккуратно ее вытащили и увидели статую. Рабочий, который провел несколько десятилетий под землей, в парке Изумрудной рассказали о необычной находке. Но вначале у губернатора края Виктора Томенко появится мобильная приемная. Ее представители будут выезжать в города и районы региона, чтобы решать проблемы жителей. В состав мобильной группы войдут сотрудники администрации губернатора и правительства. Ожидается, что участники мобильной приемной будут оперативно реагировать на общественно важные вопросы из обращений людей, докладывать о результатах поезда к главе края. А также принимать меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. Информацию о деятельности этого органа жители края смогут узнать на сайте краевого правительства и в соцсетях губернатора. А теперь к основным темам выпуска. Непреодолимая преграда. Известный бийский тяжелоатлет, член паралимпийской сборной России, уже год не может попасть в собственную квартиру. Почему установленный в новостройке пандус на бумагах существует со всеми требованиями, а на деле бесполезен. Подробности в нашем сюжете. В инвалидном кресле он уже почти 20 лет. Но несмотря на это, Дмитрий Черемисин ведет активный образ жизни, занимается спортом. Мужчина – член паралимпийской сборной России по тяжелой атлетике. Вот только порой взять тяжелый вес на соревнованиях гораздо проще, чем сдвинуть непростую проблему в жизни. Вдоль всего подъезда пошла трещина. И постепенно она становится все больше и больше. Ну и, собственно, хотели сначала ремонтировать, а потом посмотрели и признали, что ремонту не подлежит, что дом аварийный. И все, вот с этого момента стали расселять. Вот, допустим, по нашему дому, по расселению, да, вот, те дома должны быть уже приспособлены, в соответствии с законом, со 181-м федеральным законом, уже изначально должны быть приспособлены для самостоятельного использования. То есть там должно все быть, но там ничего нет. Переселяться из аварийной пятиэтажки БИЧ нам предлагают в новостройке. Но если доступ к квартире, где сейчас проживает Дмитрий, действительно комфортный, то в новое жилье доступ для него невозможен. Уже год Дмитрий Черемисин не может попасть в новые квадратные метры на улице Кутузова. И вот уже фактически год мы с администрацией ведем переписку. Я им пишу, что должно быть, они пишут, извините, дом построен в соответствии с проектом, есть заключение экспертиз, все соответствует закону. На сегодняшний день администрация города дала ответ, что они не виноваты, что это долевое строительство, что это застройщик виноват, что это виноваты эксперты, что это виноват их проектировщик, но только не они. Найти ответственных, по словам Дмитрия, практически невозможно. В письмах администрация поясняет, что пандус установлен и прошел соответствующую экспертизу, а переделать его невозможно. Переоборудование пандуса и приведение его в соответствие с требованиями доступной среды через входную группу не представляется возможным, так как длина входной группы не позволяет выдержать требуемую длину пандуса с соблюдением необходимого угла наклона. Отдельный пандус из балконного блока квартиры Дмитрия Черемисина обеспечил бы доступ в жилье ему и его матери, которая на данный момент ввиду болезни не ходит. Но такой вариант тоже невозможен. Дом на гарантии. Пристройки запрещены. Мою маму мы затащим с помощью грузчиков и брата затащим. Чтобы съезжать, это, извините, он будет, наверное, на попе оттуда слазить, коляску за шею цеплять и на попе туда подниматься. Или сидеть вообще безвылазно. А он у нас человек-то мобильный. Он молодой, ему еще ездить надо. Если она человек старый, как говорится, посидеть дома, то ему нужно все равно общение. Поэтому не знаем мы, куда еще обращаться и где от кого искать помощь. Так называемый пандус в этой и подобных новостройках бесполезен не только для колясочников, но и для других маломобильных граждан. Так, например, своего ребенка с особенностями двигательного развития Ирина Поткина несколько раз в день поднимает на руках вместе с коляской. Пандус у нас очень неудобный. Была ситуация, у нас ее переделали. Мы вообще не могли спуститься большой коляской. В этой сложности есть что неудобно. Опять же я ее могу поднять, а другой человек, который на краске, очень тяжело подниматься. Нельзя сделать так, чтобы и им, и нам было удобно. Удобным стал бы откидной электроподъемник. Но сегодня такой вариант не рассматривает ни управляющая компания дома, ни администрация города. Дмитрий не собирается опускать руки. Мужчина направил документы в Генеральную прокуратуру и в администрацию президента. Для того, чтобы наконец-то разорвать замкнутый круг проблем и преодолеть пока невозможную преграду в виде семи ступеней лестницы. Это очень тяжело. Ирина Корчагина, Дарья Федоркина, Андрей Сегаев. День с толком. В Барнауле предъявили обвинение юристу, который занимался частной практикой. Сотрудниками ФСБ был зафиксирован факт покушения на мошенничество на общую сумму в 3 миллиона рублей. Это съемки со скрытой камеры, после которых юриста задержали с поличным оперативные сотрудники ФСБ. По их данным, он предложил помощь своему знакомому, когда узнал о его уголовном преследовании. Юрист предложил мужчине решить вопрос о прекращении уголовного дела за денежное вознаграждение, которое необходимо передать должностным лицам правоохранительных органов. В общей сложности он затребовал сумму в размере более 3 миллионов рублей. Как выяснилось, позже обвиняемый ввел мужчину в заблуждение. Он и не собирался оказывать содействие жителю Барнаула, а планировал распорядиться средствами по собственному усмотрению. Теперь в отношении юриста следователи завели уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». По решению Октябрьского суда юрист взят под стражу. С 29 мая из Барнаула можно будет улететь в столицу Татарстана. Авиакомпания «Нордвинг» запускает прямые рейсы по маршруту Казань-Барнаул. Самолеты будут летать дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Полеты будут осуществляться на двух воздушных суднах, Боинге и Аэробусе. Вылет из Барнаула назначен в 8 часов 50 минут. Из Казани пассажиры отправятся в 12.30 ночи. Время в пути составит почти 3,5 часа. Стоимость билета в одну сторону от 6 тысяч рублей. Очистить от мусора и перестать сливать нечистоты. Сделать у реки прибрежные парковые зоны. Это лишь часть пунктов концепции экологической реабилитации пивоварки, которую сегодня представили общественникам, архитекторам и чиновникам студенты Института географии классического университета. Так можно ли привести реку в порядок и не останутся ли предложения студентов на бумаге? Расскажем в сюжете. В субботнике по очистке пивоварки уже барнаульская традиция. Не каждый знает, что когда-то она называлась с речкой Пранка и была настолько чистая, что воду для двух пивоваренных заводов брали прямо из реки. С момента масштабной застройки города, протекающей практически через весь Барнаул, пивоварка стала не просто грязной. Мусор, стоки от предприятий, сливы от частных домовладений теперь не то, что брать воду, даже ее цвет вызывает у горожан большой вопрос. Собственно, поэтому преподаватели Института географии предложили второкурсникам выявить проблемы реки и подумать, как их можно решить. Сначала мы собирали теоретический материал про историю хозяйственного освоения, а потом уже прошлись по реке от истока до устья. Ну и как? Впечатления? Мне кажется, она не в очень лучшем состоянии, я думаю, можно было бы реабилитировать ее. Концепцию студенты под руководством преподавателей разрабатывали пару месяцев. И сегодня со слайдами и описанием возможных изменений представили ее общественности, экспертам и чиновникам. Первое – это расчистить территорию от мусора. Второе – это узнать, проходят ли участки точно по закону в Росреестре. Третье – это, наверное, убрать снежный полигон, который загрязняет реку вниз по течению. И четвертое – подготовить места для рекреации и зоны отдыха. Речь об участках частных домовладельцев, которые порой располагаются там незаконно и сливают все нечистоты от домов в пивоварку. Чтобы избежать такого слива, некоторые участки реки студенты предложили направить в специально построенный коллектор. К слову, эту идею некоторые эксперты не поддержали, ведь в коллекторе река не сможет пополняться и будет мелеть. Кстати, проект экологической реабилитации пивоварки уже существует, причем несколько лет. Но реализовать его не получается. В Москве он получил положительные отзывы и рекомендовал был к внедрению. Но для того, чтобы, вы понимаете, сделать экологическую реабилитацию, надо привести сначала в надлежащие, ликвидировать все, во-первых, выпуска стоки и все неорганизованные свалки обустроить территорию. Без этого расчищать русло пивоварки ну, смысла как бы нет. А реально вообще это все сделать? Реально в настоящее время. Там у нас некоторые работы, у нас администратор железнодорожного района право пользования водным объектом оформила, там небольшие участки, они начинают работать. Пока большой проблемой остается и то, что люди сами продолжают загрязнять реку. Вопросов по экологической реабилитации пивоварки много, в том числе и финансовых. После сегодняшней презентации было решено уже на следующей неделе обсудить возможность привлечения грантовых средств. Впрочем, студенты надеются, что их концепцию рассмотрят городские и краевые власти и ряд предложений из нее все-таки смогут реализовать. Как было в юбилейном парке с эскизным проектом, это же тоже были студенческие работы, это были молодые архитекторы, дизайнеры, ведущих вузов вообще наших профильных. А в итоге их концепция, они легли в основу эскизного проекта. Кстати, в юбилее нам на берегу пивоварки ребята тоже предложили сделать зону отдыха и включить ее в четвертый этап реконструкции парка. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. А мы продолжаем рассказывать о территориях города, которые участвуют в голосовании за благоустройство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Напомним, жителям краевой столицы предложено 37 различных точек нашего города. Это бульвары, парки и скверы. Съемочная группа «Толка» побывала на нескольких объектах. И мой коллега Дмитрий Дроздов расскажет, что там планируют благоустроить в случае победы. Сейчас эта зеленая зона похожа больше на заброшенный земельный участок. Территория около торгового центра «Праздничный» по пути к храму находится в центре спального района. И здесь живут порядка 20 тысяч человек. Если территория победит в голосовании, здесь может появиться детская площадка, новая плитка, зеленые насаждения, освещение. Все, что нужно для прогулок. Также появятся места для отдыха простых горожан. Для игры в шахматы, для игры в какие-то шашки или домино. Но на сегодняшний день все зависит только от вас. Здесь больше всего проживают жители. Поэтому здесь парк просто необходим. «Здесь очень много жителей идет в храм. И эта дорога к храму, она неиссякаемая. И поэтому для отдыха нам нужно вот эту вот площадку». А это уже другая зеленая зона. Площадь Народная. Она находится в самом сердце Ленинского района, около Аллеи Победы. Сюда приходят тысячи барнаульцев, почтить память ветеранов и просто прогуляться. В рамках благоустройства здесь планируют провести ремонт детского игрового комплекса, обустроить плиточное покрытие, установить бордюрный камень, поменять асфальтовое покрытие. А еще в планах спортивная площадка, на которой также смогут заниматься и маломобильные граждане. «Этот район строился тогда, когда строились заводы наши. Поэтому очень много пенсионеров, заводчан, очень много мам с детьми. Если не голосовать за это место, то тогда я вообще не понимаю, какое место может быть еще достойнее, чем это». На сегодняшний день почти 45 тысяч барнаульцев сделали свой выбор за ту или иную территорию. Мы напоминаем, что участие могут принять все желающие в возрасте от 14 лет. Голосование продлится до 31 мая. И сделать свой выбор вы сможете на сайте 22.горосреда.ру Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Далее необычная новость. Молитву для поиска работы утвердили в Русской Православной Церкви. В новой молитве содержится просьба подать человеку дело, которое пошло бы ему во благо и принесло достойные плоды. Мы решили спросить барнаульцев, с помощью чего они находят работу, требуются ли для этого высшие силы. Через сайты. Я уже точно не помню, 6 лет прошло. Это было давно. И все же? Через знакомых. В налоговой. Вам никто не предложит хорошую работу. Просто так. Это либо знакомые, либо ваши связи, либо, как сказать, как правильно выразиться, ваши имени, которые вы создали, работают на предыдущей работе. Да у нас везде же вон заводы были там, и стенды, кто требуется, сколько и чего. Сейчас проблемы. А молиться не молились? Нет. Вы явно работаете. А как нашли свою работу? Увидел таких же в красивой одежде. Хочу тоже в такой одежде кататься. А как вы нашли свою работу? Вообще сложно было? Случайно. Друзья, общение с друзьями, они подсказали. Ну, скажем так, позвали. Вот работу четвертый год. Работы море. Строительной индустрии море. Работников не хватает. Так что я думаю, что работу можно найти всегда. Слушайте, а помолиться? Какой хороший вопрос. Можно и помолиться. С чего и надо начинать, наверное. Необычную находку с приветом из советского прошлого нашли в Изумрудном парке. Гипсовую скульптуру кузнеца рабочего обнаружили строители во время земельных работ по реконструкции территории. Моя коллега Мария Мацаева узнавала, как выглядит буквально восставший из-под земли экспонат и какова его дальнейшая судьба. Она была неглубоко закапана где-то на глубине 50-70 сантиметров. И вот трактор наткнулся на что-то. Вот поэтому аккуратно ее вытащили и увидели статую. Как только фотография находки появилась в соцсетях, барнаульцы оперативно нашли старые снимки. Эта скульптура и впрямь когда-то украшала парк Изумрудный. А гипсовым незнакомцем, которого достали из-под земли, оказался советский рабочий с молотом и наковальней. Этакий привет из недалекого прошлого от бывшего парка при Меланжевом комбинате. Надо сказать, что парк Изумрудный в свое время создавался как парк отдыха трудящихся и, соответственно, должен был воспевать труд советских людей. И вот поэтому это, судя по фотографии, статуя кузнеца. Парк Меланжевого комбината наибольшее свое развитие получил в конце 40-х, начале 50-х годов 20-го века. Это был период после Великой Отечественной войны, и людям нужно было наполнить жизнь радостью, мирного созидания, мирного труда, и парки должны были тоже быть приятными. Поэтому вот в парке Меланжевого комбината было установлено множество таких скульптур. Причем видно, что когда демонтировались эти статуи, видно кто-то поленился ее увезти, утилизировать, и в результате и закопал. И благодаря лене этих людей теперь мы получили вот этот замечательный памятник. Сейчас в планах управляющего парком узнать у специалистов, возможно ли отреставрировать скульптуру, чтобы затем вернуть ее на почетное место. И не исключил, что в процессе земельных работ возможно вновь наткнуться на подобные пасхалки из прошлого. А тем временем изумрудный продолжает преображаться. В этом сезоне доделают пешеходные и велодорожки. Парковки займутся строительством амфитеатра и преобразят еще одну историческую деталь парка. Его парадный вход. Старый кирпичный забор, который стоял здесь с основания парка, уже начали менять на железный. Ограждение будет выглядеть иначе, однако его входную группу с колонадами оставят и будут реставрировать. Восстановят также еще одну историческую деталь. Это часы, которые раньше были над входом. Это не просто визитная карточка парка. Дело в том, что он напоминает фактическое его зарождение. Эта колоннада, если вы посмотрите, она повторяет точности колоннаду меланжевого комбината. Понимая, что эта часть входной группы забора имеет историческую ценность, память для людей, поэтому мы решили это сохранять. Ну а поскольку остальная часть забора уже была в непригодном состоянии, то, соответственно, новый сделать забор, но уже немножко в более современном стиле. А между тем, варнаульцы, судя по комментариям в соцсетях, статую встретили тепло и хотят ее видеть в парке. А кто-то и вовсе предложил рядом с рабочим установить колхозницу, чтобы скульптура напоминала знаменитый московский памятник рабочей и колхозница. Мария Мацаева, Андрей Печоркин. День с толком. На этом у меня все новости. Напоминаю, что вы можете найти нас на 22-й кнопке или смотреть на YouTube-канале. Телефон нашей редакции 205-545. Сообщайте о том, что вас волнует. Далее узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи в эфире. Продолжение следует...